Я вам уже все расписала, ваш маршрут весь расписан. Так, 14 марта уже все то же самое. Лекарства в перинатальный центр, где беременные женщины, да, для сохранения беременности. Вот, дальше у нас Салтовка, очень обстреливаемый район, куча лекарств, как видите, да. Вот, быстро собираются то, что не запланированные пакеты. Так, это в Дергачи, в Дергачи обстреливаемый пакет. Вот сюда за угол, чтобы мы не перепутали. Это только одна точка, два района города Харькова сейчас поедут. И собираем мы другую точку, это другие два района города Харькова, не буду озвучивать. Вот, вот такие у нас трудовые будни. Ах, да, еще и печку мы передаем бабушке, потому что люди сидят без газа. Вот, положили печку, чуть не забыли про печку. Вот, маршрут составлен, не надо, я думаю, что не так, а ее отдадут. Вот, у нас кульки все сейчас на визу. Так, вторая партия, другие районы, продуктовые наборы, лекарства, лекарства. Передаем собачий корм. Собачий корм за деньги, равно как и кошачий корм. Собрали еще пакет с продуктами женщины, у которых рак щитовидной железы. А вот, к сожалению, лекарств мы достать не можем. Увы, вообще проблематично достать лекарства для тех, у кого проблема с щитовидкой. Там тоже разъебано все. Тут разъебано все. Школа разъебана все. Это ну, блядь, пиздец здесь. Здесь просто разъебало все, что только могло разъебать. Ребята, я не знаю, что делать в Северной Салтовке, если честно. Это просто какой-то пиздец. Там домам, ну вы видели видео, там домов нет, а их уничтожены в хлам. Мы были в подъездах, где остались люди, там пиздец просто, там просто руины. Дом может завалиться в любой момент. Там много стариков. В квартирах у них плюс 4 градуса, у них нет отопления, у них как на улице, так и в квартирах. Стекол, соответственно, тоже нет. То есть, по сути, квартиры больше не жилые. Старики оттуда уезжать не могут, они не хотят. То есть, блядь, ну я вам не передам тот пиздец, который мы там видели. У меня даже тетя до сих пор плачет, она ну в ахуй. Люди, у них типа частично есть свет, они просят обогревателя. Обогревателей, блядь, туда сейчас привезти, мы просто дожарим все, что можно осталось в тех квартирах. Что с ними делать, я не знаю, честно. Я не знаю, это какой-то ужас. Передавайте это видео Терехову, потому что без него я не знаю, как эвакуировать оттуда людей. Это Северная Салтовка, там пиздец, ребята. Там просто ебаный пиздец. После ужаса в Северной Салтовке мы опять в перинатальном центре сад фонда Кузьма-Скребины. Мы завезли эту всю штуку, которую нам передавали, три ящика, наверное, я уже не помню сколько. Мы не можем, честно говоря, прийти в себя после ужаса. То, что мы видели внутри домов, завозили людям, которые живут в вгоревших домах. И то, что здесь осталось. Это что там с домами осталось. Мы сейчас, короче, здесь, у нас тормозы перегреты, потому что мы туда улепетывали как можно быстрее. Короче, ужас, просто ужас. Будет дом, да. Дом, там прям выбито будет. Я сейчас приближу, постараюсь снять то, что слева еще. Твои метли там очень нет. Так нет, никаких нормальных, не парься. Тоже одна из окраин города. Вот такие пирожочки у нас происходят. Вот дом.